Джеки Чан Семья проживала в французском посольстве, так как отец Джеки работал там поваром, а мать прислугой. Джеки не любил школу и бросил ее после окончания начальных классов. Когда Джеки исполнилось 7 лет, его отец получил работу в американском посольстве в Австралии и уехал туда, чтобы поправить семейный достаток. И в том же году жизнь Джеки кардинально изменилась. Его отправили в школу китайской оперы, где он учился и работал по 12 часов в день. В оперы. Вы думаете, он там пел? Нет. Он под руководством Ю Джимми Йена практиковал кунг-фу, трюки, прыжки и сальто, ну и также занимался мытьем и уборкой. От мастера Джеки получил прозвище Йен Лу. И вместе с другими шестью учениками, имена которых также начинались со слова Йен, он был выбран на главную роль в постановке «Семь маленьких счастливчиков». И с тех пор Джеки и его братья Йен так и стали называться «Семь маленьких счастливчиков». И часто участвовать в постановках в театре парка развлечений Ла Йен и других сценах. И в то же время популярность китайской оперы пошла на спад. И тогда Си Фу, учитель трюков, стал одалживать «Семь маленьких счастливчиков» и других учеников для выполнения каскадерских трюков кино. Так и началась кинокарьера Джеки Чана. Когда ему исполнилось 17 лет, он покинул школу и стал Джеки бесстрашным, выполняя множество опасных трюков в кинокомпании братьев Шо. Также там Джеки встретился со своим старым другом Сама Хунгом, который подыскал для Джеки работу. В то же время Хунг подписывает контракт с кинокомпанией «Голден Харвест», по которому он становится главным постановщиком каскадеров. И это стало первым знакомством Деки с «Голден Харвест». Вскоре он выполнил трюки для заменитых фильмов Брюса Ли «Кулак ярости» и «Выход дракона». Когда Джеки вернулся в Австралию, он встретил Вилли Чана. И Вилли пригласил его на главную роль в своем новом фильме. Затем Вилли стал главным менеджером новой компании под управлением Лоуэя, известного также под именем режиссер-миллионер. Лоуэй хотел, чтобы Джеки превратился в Брюса Ли и даже поменял его имя на Синг Лунг, которая стала китайским именем Джеки Чана. В фильме «Новый кулак ярости» 1976 года Джеки имитировал Брюса Ли. К сожалению, стиль Брюса Ли не подходил Джеки, и неудивительно, что фильм провалился. Но Лоуэй продолжил снимать фильмы того же жанра. Последние испытания Шаолиня, Метеоры-убийцы, Великолепные телохранители. В фильме не имели коммерческого успеха, и дистрибьюторы отказывались от распространения этих фильмов с Джеки. А вот в фильме «Техника змеи и журавля» Шаолиня, где режиссером был его друг Чичи Ван. Джеки имел больше свободы для развития своего персонажа и сделал вклад в постановку сцен с драками. Одной из его инноваций стало использование бытовой утвари в качестве оружия. В 1978 году Джеки снимается в боевике «Змея в тени орла» в компании Сезонс Фильмс, принадлежащей Ник Сюньену. И благодаря этому Джеки стал мега популярным. Его необычный стиль игры был очень хорошо принят публикой, Джеки стал известным. Фильм «Змея в тени орла» отличался от традиционных фильмов о конфу того времени, обладая хорошей долей юмора в сюжете. Его оппонент Хуан Джан Гли обладал невероятной силой ударом ноги, что Джеки и обнаружил, когда тот случайно выбил ему зуб ногой во время съемок. Также во время съемки одной из сцен драки, меч, который должен был быть тупым, случайно рассек руку Джеки. Кровь была повсюду, Джеки упал с крикков, а камера продолжала снимать. И именно эту сцену с реальным ранением можно увидеть в фильме. Когда Джеки упрочил свой стиль, он покинул компанию Лавея и присоединился к кинокомпании «Голден Харвест». Величан стал его агентом. Первым фильмом, снятым для этой компании, стал «Молодой мастер» в 1980 году. Затем последовали еще более популярные фильмы 80-х-90-х, включая сериал «Полицейская история». Джеки снова объединился со своими бывшими братьями, членами семерки «Маленьких счастливчиков» Сама Хунг, Йон Ван, Йен Биао в своих фильмах «Проект А» и «Мои счастливые звезды». В начале 80-х Джеки пытался попасть в Голливуд. Он снялся с Кристин Дебелл и Хорсей Феррером в «Большой драке» в 1980 году, режиссера Роберта Клоуза. Продюсеры выбрали Клоуза, так как тот режиссировал первый голливудский фильм «Брюса Ли. Выход дракона» и надеялись повторить тот же успех. Но первый американский фильм Джеки провалился. Он практически не управлял трюками, хотя и поработал постановщиком сцен «Драк в Гонконге» в течение 10 лет. Джеки был разочарован. Он также сыграл незначительную роль в гонке «Пушечное ядро», но этот фильм тоже не принес ему успеха. В 1983 году против своей воли он появляется в «Гонках пушечное ядро 2», так как он все еще был связан с контрактом. Также очередной провальной попыткой стал фильм «Покровитель» в 1985 году. Но в середине 90-х ситуация начала меняться. Многие гонконгские режиссеры, такие как Джон Вуст, стали работать в США, а американские режиссеры, Квентин Тарантино, много говорили о фильмах в гонконгском стиле. И Джеки Чан в очередной раз попытался поговорить о Голливуд. Он снова начал играть в своем стиле. И такие фильмы, как «Разборка в Бронксе» и «Мистер Крутой», снятые в 90-х годах, сделанные в стиле Джеки Чана, сделали его суперзвездой. А фильм «Час пик», снятый в 1999 году, привел огромное внимание со стороны американских СМИ. И в итоге сделал Джеки первой гонконгской звездой, покорившей Голливуд. Его новые фильмы «Смокинг» — это уже не дешевая постановка, а полномасштабные голливудские картины. Нужно принять внимание, что Джеки уже не так молод и использует страховку для своих трюхов. И теперь его фильмы больше комедии, чем фильмы о боевых искусствах, что вызывает легкую ностальгию по «Золотым голдам» Джеки Чана, когда он работал в «Голден Харвест» в Донконге. Итак, Джеки Чан — один из самых популярных героев боевиков в мире. Он известен своим акробатическим боевым стилем и замечательным комедийным даром, а также использованием самых различных подручных средств в боях. Он снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире. Помимо кино, он также занимается и певческой карьерой, поет песни во многих своих фильмах и выпускает альбомы с 1980-х годов. Джеки Чан постоянно экспериментирует со своим амплуа, старается выпускать фильмы, не похожие один на другой. Так, в 1999 году он примеряет на себя образ романтичного мечтателя, хотя и прекрасно владеющего канху, фильмы великолепны. А в 2000 году достигает большого успеха в паре с другим популярным американским комиком Оуэном Уилсоном, комедийном верстерне «Шанхайский полдень». И делает не очень удачные попытки совместить свой стиль с наложенными спецэффектами в дорогих, но проваленных с коммерческой точки зрения фильмах с медальон и вокруг света за 80 дней. Но после череды неудач в Голливуде состоялось триумфальное возвращение Джеки Чана в Гонконг с такими громкими хитами, как «Новая полицейская история», «Младенец за 30 миллионов» и «Миф», в каждом из которых Джеки Чан представил в ином неожиданном для него поклонникам жанре. В «Новую полицейскую историю» он сыграл немолодого полицейского алкоголика, который мстит негодяям за смерть своих друзей. «Младенца за 30 миллионов» предстал в образе хитрого, но добродушного жулика, вынужденного ухаживать за украденным ребенком. А в мифе, снятом в стиле фэнтези, сыграл две роли – легендарного китайского генерала, влюбленного в прекрасную принцессу, и ученого-археолога. Общее между этими героями только прекрасное владение кунг-фу. Также успехом пользовался и мультсериал «Приключения Джеки Чана», где Джеки после каждой серии отвечал на вопросы поклонника. В 2008 году он встретился на площадке с крупнейшей азиатской кинозвездой Джетом Ли в фильме-сказке «Запретное царство». Однако кассовые результаты не удовлетворили создателей, а критики отнеслись к этому тандему без энтузиазма. Особо большой успех снискал фильм «Карате пацан», где Джеки Чан исполнил роль старого учителя Джейдена Смита. В сентябре 2011 года был выпущен сотый фильм Джеки Чана «Падение последних империй». В июне 2012 года на фестивале в Сан-Диего Comic-Con International Джеки Чан выразил свое заинтересование в участии в боевике «Неудержимые 3». А также он часто выступает как посол доброй воли в различных акциях, например, против жестокого обращения с животными. В июне 2006 года он завещал на благотворительные целлили половину своего состояния. У Джеки Чана есть звезды на «Веню звезд в Гонконге» и на «Аллее звезд в Голливуде», а также на «Старом Арбате» в Москве. О Джеки Чане написано немало книг. И последний проект хроники Джеки Чана – контензийная книга Василия Маханенко, автор которой получил разрешение от самого актера. А в 2009 году Джеки Чан получил звание почетного доктора от университета в Камбоке. А в предыдущем конкурсе у нас наконец-то появился победитель. Это перископ звезд, который правильно ответил. Это «Алмаз». Чем я его поздравляю? А теперь угадайте, что изображено на этой картинке. И сегодня или завтра вы получите 100 рублей на мобильный телефон или счет вебмани. Также не забывайте о конкурсе на 2000 рублей, на самого активного подписчика, который закончится в конце месяца. И самый активный получит 2000 рублей. Делитесь этим видео в соцсетях. Это улучшает вашу карму и ваше здоровье. Всех люблю. Всем пока.